Жители пешком добираются до границ посёлка Сновице. Некоторым приходится идти больше километра. Пойдёт дождь, будет тяжело. Особенно, когда детям садик в ту сторону надо, а потом сюда на остановку. Лишь тяжело. И всё из-за того, что здесь давно не ремонтируют дороги. А если что и делают, то держится такой ремонт недолго. А началось всё несколько лет назад. Капитальный ремонт дороги выполнила московская компания. Но со своей работой она справилась плохо, и вскоре появились первые ямы. Особенно дорога страдает в периоды дождей. Её сильно размывает. Каждый год такое безобразие. Как-то люди маются через две недели, вот в том году помню, через две недели добили, чтобы засыпали. Засыпали каким-то гравием, который выбился, прям, я не знаю, буквально через дня два-три. Фуры ездят, тут же у нас идёт строительство большое. Фуры ездят, одна фура проедет, всё, этого гравия нет. Грузовых машин здесь и вправду много. Посёлок продолжает застраиваться. В его границах располагается промзона. Чтобы уберечь дорогу от повреждений, жители предлагали запретить проезд по ней грузовиков. Они могли бы добираться в объезд. Но другой половине населения такое решение не понравилось. Машины проезжали бы рядом с дачами. Водители автобусов пожимают плечами. Недовольство жителей они понимают, но предлагают смириться. Вглубь посёлка они не поедут. Пассажирам неудобно, конечно. У нас народ меньше стал ездить. На кошках ряхнёт, тот упадёт, может упасть. В руководстве компании подтверждают, это не прихоть водителей, а распоряжение перевозчика. Угрозу пассажирам создаём, которых перевозим, которых заботимся, так сказать, да? Приезжая на встречную полосу там и так далее. То есть, пока дорогу не отремонтируют, вы до конечной остановки ездить не будете? Да нет, нет, конечно. Дорожное покрытие, похоже, отремонтируют ещё не скоро. Посёлок относится к Суздальскому району, но дорога находится в ведении Владимира и считается спорной. В городе ещё рассчитывают передать её району и в то же время размышляют, как привести дорожное покрытие в порядок. Пока мы будем рассматривать этот вопрос, пройдёт немало времени, а страдать будут люди. Поэтому посмотрим, как. Может быть, сообща с коллегами из Суздальского района мы будем это рассматривать. Но ещё раз повторяю, главная задача, чтобы не страдали люди. Тем временем из-за плохих дорог в Сновицах страдают даже не водители, а люди без транспорта. Даже если ямы засыпет, это едва ли поможет. И жителям всё равно придётся идти на остановку пешком через весь посёлок, пока не сделают ремонт и здесь не появится качественное асфальтовое покрытие. Василий Косенко, Александр Мажаров, Шестой канал.